Музыка Ежесуточно по отработанным маршрутам по территории Одинцовского округа курсируют 11 экипажей вне ведомственной охраны Росгвардии. Они патрулируют объекты, находящиеся под охраной. Госучреждения, банки, рестораны, жилые дома. Личный состав со своими обязанностями справляется. Личный состав обеспечен всем необходимым для выполнения своих служебно-боевых задач. Выезжает на каждое тревожное сообщение своевременно, отрабатывает все согласно своих функциональных обязанностей. Не допускает нарушения каких-либо на объектах. Ну а в случае, если что-то там не так, то задерживает и доставляет в территориальный отдел полиции. В Одинцовском отделе вне ведомственной охраны служат около 400 человек, аттестованные и вольно-наемные сотрудники. Ведь помимо собственно охраны, задачи подразделения входят обеспечение антитеррористической защищенности объектов, разработка их паспортов, проведение учебных тренировок и занятий. Утром и вечером на пульт централизованного наблюдения на Садовой 15 обрушивается шквал звонков. Днем и ночью небольшое затишье, но звонки есть постоянно, поэтому на дежурстве всегда два оператора. Если на пульт управления приходит тревожный сигнал, информацию незамедлительно передают в центр оперативного управления. Дежурный центр всегда на связи. А еще ведется постоянный мониторинг ситуации в округе по камерам, подключенном к системе «Безопасный город» для максимально быстрого реагирования на сигнал тревоги. Группа задержания, рабочие слушно, выходите на связь. Созданная в 1952 году, вневедомственная охрана за свою историю прошла немало реорганизаций. И вот уже пять лет она входит в состав Росгвардии в качестве подразделения, выполняющего особые задачи. 29 октября сотрудники отдела принимают поздравления с профессиональным праздником. С наступающим праздником хотелось бы поздравить всех сотрудников, выполняющих свои задачи, выполняющих на отлично, поздравить их семьи, детей, пожелать всем всего самого хорошего в напряженной нашей службе, чтобы и дальше у нас было все в порядке. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok